Всем привет! Сегодня я покажу вам рецепт очень вкусного салата, который называется гнездо глухаря. Первая наша задача натереть картофель на терке, чтобы получилась вот такая вот соломка. То есть это декоративная терка. Если, конечно, вы можете все это проделать ножом, пожалуйста. Но лучше, конечно, использовать вот такую вот терку. Еще нам нужно очень хорошо промыть картофель от крахмала и, конечно же, подождать, чтобы вся вода с картошки стеклась, так как мы ее потом будем жарить. Отварную куриную грудку нужно мелко-мелко нарезать. С яйцами мы поступим следующим образом. Нам нужно отделить аккуратно белки от желтков, чтобы желтки были целые. А теперь белки натрем на крупной терке. Теперь наша задача разрезать лук на тонкие полукольца и обжарить на небольшом количестве сливочного масла до золотистого цвета. Сейчас наша задача обжарить нашу картофельную соломку. Для этого наливаем в какую-то глубокую посуду растительное масло. Я использую чугунный казанчик. Разогреваем масло до кипятка, до очень горячего состояния. Бросаем туда небольшое количество картофеля. Постоянно помешиваем. Следим, чтобы картошка не сгорела. Ну и, конечно, будьте осторожны. Масло кипяченое и очень-очень опасно. Картофель наш готов. Сейчас мы аккуратно снимаем шумовкой всю картошку. Выкладываем на застеленную бумагой тарелочку, чтобы масло стеклось. Ну а сейчас мы будем смешивать все наши ингредиенты. А точнее, куриное филе, яичные белки. Обжаренный на сливочном масле лук. И майонез. Все хорошо перемешаем. Ну а сейчас мы будем украшать наш салат. Для этого берем не сильно глубокую тарелку. Выкладываем небольшое количество нашего салата. Вот таким вот образом, ложкой, все выравниваем. Сверху все красиво посыпаем картофельной соломкой. Ну и украшать наш салат мы будем яичными желтками. Все, салат наш готов. Всем приятного аппетита! Пока! 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 Продолжение следует...